здравствуйте друзьям у нас такой вопрос как бы сказать о вожделенном знаете вот человек спрашивает вот сейчас обе палаты конгресса сша приняли закон о помощи украине я не помню как он там называется полностью но такой закон они приняли причем надо сказать что меня потрясло что они приняли единогласно обе палаты это это немыслимо вот тут республиканцев большинство там демократов большинство и вот раз взяли единогласно приняли единственно что там произошло когда этот законопроект из палаты представителей республиканской значит двинулся в сенат демократически они пока еще старого созыва в январе новый соберет то они выкинули из него положение о предоставлении украине статуса союзник военного союзника вне нато поскольку там могли быть разногласия они очень спешили и чтобы уже закон принять и все они значит убрали это в сенатской версии и закон в таком виде пошел его конечно президент должен еще подписать или не подписать но дело в том что трудно не подписать что-то что единогласно принято обеими палатами это надо сказать что умудриться на кроме того что закон этот он такой больше скорее рекомендательного что ли плана нежели обязывающего то есть например он говорит закон дает президенту право там какие-то санкции вводить по своему усмотрению если он сочтет нужным против определенного определенных категорий там бизнесов или там людей там я не знаю значит вот хотя там есть какие-то вещи тоже финансовые например там выделено на сколько-то 300 миллионов с лишним долларов на военную поддержку на три года и так далее ночи вот есть такой закон и еще не подписаны но скорее всего подпишут трудно представить чтобы его не подписали кроме того уже вчера по моему было заявление госдепа что что подпишут а может не госдепа кто там говорю из администрации президента говорили что подпишут и вот спрашивает человек с этим законом а мы с вами понимаем что есть много народу которые думают как получить статус беженца вот как бы вот так вот чтобы раз и вот и беженец или там политическое убежище да разница в том что беженца дают когда ты за пределами сша а политическое убежище когда ты уже внутри сша и я не знаю может вы не в курсе но например в москве посольство примерно где-то так тысячи человек пропускает на статус беженца это рассматривает прямо прямо в москве то есть надо знать как туда попасть и там довольно жестко там намного жестче чем например если вы попали в сша и подаете на политическое убежище но тем не менее механизм есть он существует то есть я разговаривал с человеком который работал в этой системе то есть обработки вот этих заявлений там и тогда и вот чек спрашивает как получить политическое убежище значит не поможет ли вот этот закон не облегчит ли он каким-то образом получение политического убежища для граждан российской федерации тут история такая что политическое убежище человек получает либо решением иммиграционного офицера который рассматривает заявление на первом этапе либо если он отказывает тогда можно подать в суд и дальше уже суд рассматривает на основании законов как бы и практики применения этих законов и так далее и надо сказать что такого чтобы человеку давали политическое убежище просто по факту того что он из российской федерации или из абсолютно любой страны какой бы какой бы не была эта страна такого даже трудно себе представить вот как прецедент я я такого не знаю может быть там знатоки иммиграционного законодательства что-нибудь вам подскажут но я такого не слышал никогда то есть человек должен подвергаться преследованию зачем сегодня нужно какой-то новый закон который бы облегчал это все я не понимаю потому что уже легче чем сегодня уже никогда не было понимаете вот вот если ты сегодня из российской федерации ты подаешь там на политическое убежище ну конечно ты не просто вещей из российской федерации хочу остаться так так не работает но уже так ну как сказать так либерально суды на это смотрят уже как бы так много есть чего рассказать и так много все всего знают там и так далее был бы человек из швейцарии например тру ему я не знаю как бы он получил там если из швейцарии а из российской федерации не сложно и и так не сложно у меня вот пол школы таких там с политическим убежищем но не пол школы я утрирую но много там половина тех что вы смотрите вот у меня на видео там девчонки симпатичные ребят молодые вот они по ним так не все из россии конечно там из разных стран поэтому я не думаю что на самом деле этот процесс надо как-то облегчать он он уже настолько облегченный что даже я уж не знаю просто но но дальше вопрос какой значит закон который они приняли ни никаких таких слов специальных не говорит об облегчении эмиграции каким-то категориям были такие случаи когда каким-то категориям граждан например ссср давали поблажки с точки зрения эмиграции вот например там поправка джексона там веника было да и там я честно говорю нездоров там название значит вот например была поправка которая говорила что если ты принадлежишь к одной из там нескольких категорий в частности там еврей евангелический христианин там еще что то может быть может быть даже там секс меньшинство я я не знаю точно но как бы тебе даже не надо доказывать притеснений потому что понятно что теперь там при тебя притесняют это как бы по умолчанию понятно то есть какие то такие поправки были но лаутенберга если поправка лаутенберга так вот значит тут то что это закон абсолютно другом закон о поддержке украины закон безусловно написан людьми которые вот все это свои массы единогласный видят на причину вот тех как бы военных действий которые сейчас происходят на востоке украины значит в действиях российской федерации и как бы они рассуждают о том как украине помочь но чтобы там допустим помогать российской оппозиции там ни слова нет чтобы помогать людям которым хочется оттуда уехать по политическим экономическим сексуальным я знаю по каким бы то ни было причинам там там ни слова нет на этот счет поэтому я бы я бы так не стал но самое главное даже не в этом самое главное в том что если вы доберетесь до соединенных штатов и пойдете к специалисту по этим вопросам лучше самому конечно не не браться вы не просто не понимаете систему вы можете разобраться в системе и особенно если у вас юридическое образование если вы потратите много времени и так далее так далее я думаю чтобы разобраться в этом можно но тем не менее гораздо правильнее иметь дело с профессионалом потому что профессионал отслеживает практику применения законодательства ежедневно понимаете поэтому одно дело вы с кем-то поговорили какие-то законы почитали там и так далее а другое дело что вы знаете что вот это сегодня катит а вот это сегодня не катит если вы не будете со специалистом сегодня работать вы сегодня этого знать не будете а при той динамике событий которые сегодня происходит последнее время происходит динамика такая в общем существенную я бы я бы не рисковал честно так вот ведете к специалисту и специалист вас выслушивает и говорит вам что вот это лучше не надо а а вот это хорошо, давай подробнее, и так далее, и так далее, и так далее. И у вас появляется вот некоторая, как бы сказать, версия, которая достойна того, чтобы там уже быть представленной в компетентные органы. Вот, собственно, и так все происходит. Поэтому я не думаю, что реально сегодня какие-то дополнительные меры нужны. Вот такое мое мнение. Но что касается закона, в законе ничего подобного нет. То есть, если вопрос был именно о том, не поможет ли этот закон как-то, закон не поможет. Атмосфера конфронтации поможет. Атмосфера, как бы сказать, в которой понятно, что вот как-то идет какое-то обострение, что-то такое вот, добро со злом, там, и так далее. Вот это, это, конечно, в целом помогает, но это не отменяет того, чтобы вы реально показали какие-то притеснения, которые имели место в отношении лично вас. И которые касаются не того, что вам хочется, чтобы там за доллар давали, там, меньше рублей, там, или больше, это абсолютно не о том речь. То есть, есть притеснения, есть притеснения, там нет притеснения, нет притеснения. То есть, вы все равно должны будете это все доказать. Но, тем не менее, как бы есть атмосфера, есть обстановка, в которой могут жестче смотреть или могут мягче смотреть. Вот это присутствует. То есть, там не будет ноль, там, или единица, да? А будет, как всегда, где-то между, но просто сдвигается вот эта граница в сторону более комфортабельную, так сказать, для вас более статистически удачную, что ли. Вот так бы я сказал. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!